Лекции я выкладываю на YouTube. Они, ну, как бы нормальные, их можно смотреть. Но это не означает, что не нужно совсем ходить на пары, а то мне будет совсем грустно. Хорошо, если вы ходите и что-то записываете в тетрадки и так далее. Я записываю лекции для того, чтобы, если кто-то из вас заболел, не смог прийти совсем или еще что-то случилось, либо вы готовились к экзаменам, вы смогли это пересмотреть легко. Либо делаете какую-то практику, вы помните, было что-то на лекции, я не успел записать, потому что я засыпал. Вот, могу пересмотреть. Вот и в этом как раз-таки цель. Еще я там же на YouTube выкладываю лекции по алгоритмам, структурам данных, которые я читаю на втором курсе. Вот, их тоже, они тоже там есть. Вот иногда, если я какую-нибудь лекцию не смогу провести, не знаю, или еще что-то там случится, либо какие-то праздники выпадут, я могу с позапрошлого года, когда было все в Zoom, у меня есть тоже записи, их, ну, там, что-то скинуть. Но, там, не факт, что было очень классно и понятно что-то. Вот. Так, значит, еще раз на запись на лекциях теория. На практиках вы делаете практику, на экзамене. Мы смотрим на то, как вы сделали практику за весь семестр. И если вы сделали ее достаточно нормально, то тогда вы получаете как бы допуск на экзамен, ну, или сколько там баллов. И на экзамене будет, скорее всего, в начале тест, такой вот прям базовый по теории, чтобы поставить там тройки, кому этого достаточно. И еще будут вопросы по билетам. Если кто-то не сделал какие-то ключевые задания лабораторные, но ему не хватает вот совсем чуть-чуть, то на экзамене можно будет там доздать какую-нибудь лабу. Ну, скорее всего, это не будет. Сдайте лабу, которая была там, а скорее вот вам задачка простенькая, решите, пожалуйста, ее вот быстро там. Типа того. Ну, скорее это будет на тесте. У вас так хорошо все сданы практики, вы тест пишите нормальный, и можно 4, и все. Это там формула какая-то будет, это придумаем. Для меня это необычный опыт, потому что практики ведет другой преподаватель полностью у всех. Это отлично, мне можно не думать ни о чем. Но потом нужно синхронизировать ваши баллы. Как-нибудь с этим справимся. Так, у нас есть проектор, значит, иногда можно будет показывать что-нибудь на экране. Тут показывали что-нибудь или нет? Нормально видно, да? Потому что вот в аудитории, которая на первом этаже, она амфитеатром, и она классная, но там на проекторе видно почти ничего. Вот, и типа того. Ну, слава богу, там я записал, но ОБС и видно что-то. Ага, окей. Так, значит, второй семестр у нас будет по поводу C++. В первом вы поняли, как программы писать, если кто-то в школе не программировал. Давайте, кто в школе не программировал? Я тоже поднимаю руку, потому что у меня... Ну, я не знаю, ну вот... Совсем не было программирования. У нас было, но это очень-очень плохо. Вот у меня в школе тоже программирование совсем было простое. Нам сказали, вот есть BASIC или Pascal, это типа переменные циклы. Я такой классно на этом развитии остановился. И потом только в универе на первом курсе, когда мы оказались сидеть за одной партой, вместе как раз-таки с Алексеем Городецким, и мы еще другом Кириллом Лейфером, и каждый из них сказал, а давайте сделаем игру. Вот тогда понеслось. Тогда у нас еще программирование начиналось на втором семестре только, и мы за первый семестр там изучили, ой, я Flash, язык программирования ActionScript, там кто-то что-то другое изучал, и мы стали делать игры. И это было очень классно. В общем, такие дела. Так вот, первый семестр был про алгоритмическое мышление. И язык программирования C выбрали, потому что он на самом деле простой, как табуретка. Вот если смотреть на другие языки, они все с какими-то смешными нюансами. Можно было сказать, нынче, если низкоуровневый учить, то это язык программирования Rust. Его можно взять, но он в голову легко не войдет людям, потому что там он очень сложный. Зато на нем классно писать, если вы уже шарите. Можно было начинать с Python, но это слишком высокоуровневый язык, и многие переживают, что после этого люди многие концепции могут дальше не понять, если их случайно не было на операционных системах либо на аппаратных средствах в учтехнике. Я не знаю, у кого какие там предметы потом будут у разных групп. Вот поэтому преподаем по классике C. Все, на нем вы еще поразбирали какие-то алгоритмы. Базовые это связанные списки. Списки обычно, наверное, были введения в хешмапы. Не было. Не было? А ну вот ладно, ничего страшного. И, наверное, было что-то про сортировки. Да, ну вот что-то такое было. Потому что во втором курсе будет, теперь будет целиком предмет про алгоритмы, мы там все это поизучаем дополнительно. Вот второй семестр. Поэтому этого предмета на основу программирования, он про что-то другое должен быть. Скорее всего, вы делали все в процедурном программировании, как там в 70-е, 80-е. Это классно, хорошо. Теперь нам нужно немножко изучить другие парадигмы программирования. Вот. И это какие у нас парадигмы там есть? Продектная причина. Да, ОП-шка есть, функциональная есть и метапрограммируемая. Но мы его не будем изучать. Это совсем странные вещи. Короче, функциональщина и ОП должна быть. Нужен язык, в котором это есть все вместе. И чтобы это был не внезапно другой какой-то язык. Можно было взять Java, но это опять вот совсем сложная другая экосистема. Для этого подходит отличный C++, потому что в нем теперь все есть вообще, что нужно. Кроме того, C++ нынче, на мой взгляд, один из самых расфичастых языков, потому что в нем вообще все есть, что только можно придумать. И сделано намного лучше, чем где-то там. Итак, что у нас с плюсами есть из исторических фактов, чисто для фаны а-ля из Википедии прочитали. Создал его Бьерн Строуструп в 80-е годы. Зачем он его создал? Ну, тогда из-за языков программирования было только low-level что-то, а-ля C. Ну, на самом деле, слава богу, там, наверное, не каждый день писали люди. И, ну, может, Pascal или прочие штуки были уже. И были высокоуровневые языки, типа Smalltalk, Lisp. И они были все очень медленные. И был очень быстрый СИН, на котором средств выразительности вообще не хватало. А людям нужно было писать сложные системы какие-нибудь, сетевые, там, допустим. Что делает как раз-таки Строуструп. И он подумал, ну, ООП-парадигма уже появилась. Надо бы просто чуть-чуть в язык добавить что-то, чтобы можно было ООП-шно писать. Спойлер. На СИН можно писать в ООП-стиле. Вот, просто это будет очень как бы неудобно и странно. На макросах там что-то делать и так далее. Потому что ООП это не про фича языка. Это, скорее, в принципе, идея, как писать. Но он хотел добавить это в язык. И так появился СИ с классами, вот, в 80-е годы. Тогда еще не было какого-то языка, типа С++ и компилятора к нему. Был транслятор, который переводит код в этом С++, типа, с классами в СИ, нормальный. И потом компилировал его обычным компилятором, которые тогда уже существовали. И что-то так вышло, что это всем понравилось. И, видимо, Струс Труб знал, с кем общаться с людьми из академии. И это стало популярным таким более-менее языком. Вот, и он, видимо, уже получил свой настоящий компилятор. И так вот прожил там до 98-го или какого года. Плюс-минус. И вообще без стандарта. А это очень странно. Типа, у языка нету стандарта, спецификации. И он еще никак нигде не добавлен. Это нечто непонятное. И его только тогда стандартизировали. После этого, типа, были нулевые 2000-е годы. На нем как-то писали программы. Вы знаете, там под винду все писалось на плюсах. Только потом, когда появился C-Sharp. Уже переехали на него. В Linux-е там все было написано либо на C, либо на плюсах. Да, и нулевые – это, можно сказать, упадок плюсов. Потому что вот 90-е, понятно, на нем писали много чего. Другого не было. А в 2000-е и так далее уже стали популярными и нормально работающими. Там Java и C-Sharp какой-нибудь, на котором можно делать все, что угодно. Delphi классные, на которых там UI рисуют сложные, интерпрайзные. Python, Ruby уже появились. Все классно. И скриптовые языки стали не такими прям совсем унылыми, медленными. На которых невозможно было дождаться, когда получится ответ. Но тут что-то в 2011, ну вот вокруг этого, людей прям торкнуло в C++ сообществе. И они решили, доколе можно это терпеть, почему у нас язык древний, как не знаю что. Давайте добавлять в него наконец-то фичи, которые давно хотели сделать. И понеслось. Вышли стандарт плюсов 11-го года, 14-го, 17-го, 20-го года. И после этого, вот 17-го стандарта, уже на плюсы посмотришь, и это вообще другие плюсы. Я помню вот сейчас, был прикол, у нас с Умбийцей на Coding Garden приходили ребята прогать там рогалик на плюсах. И видно было, кто-то из старших, которые не изучали новые стандарты, ну потому что 11-й год, 12-й, никто не пишет на плюсах каждый день, там, production код. И уже забыли. А изучали его там а-ля в 98-й год какой-нибудь. И люди говорят, вот надо так, так, так написать на плюсах. Ты смотришь на этот код, он вообще не тот, который сейчас в плюсах принят. Я такой, ну интересно, сильно все поменялось. Вот, так, после этого уже можно там и ООП-шку писать, и функциональщину. Так, это я к чему рассказывал? Ну просто про историю, фан-факты. Так, что я хотел еще рассказать? Сейчас посмотрю. Когда он появился, мы глянули. В этих штуках мы его стандартизировали. Все классно работает. Ну ладно, давайте тогда дальше в таких штуках пойдем. Философия C++. А-ля типа так, вот. На самом деле надо было слайды сделать, но я не сделал, поэтому будем просто стендап делать. Потом будем доску использовать, эксплуатировать по полной, но чуть попозже. Так, плюсы, почему еще второй семестр, они очень сильно совместимы с C. Поэтому, если вы смотрите на C-шный код, то в 90% вы можете любой C-шный код скомпилировать плюсовым компилятором, но не всегда. Там, начиная вот как раз-таки с 11-го стандарта, плюсы от C начинают немножко отличаться. Вот, и это добавляет лузов, так сказать. Ну, я просто помню, пишешь на C, какую-то, я игру писал на C, привык к какой-то концепции, там, со структурами именованными или еще с чем-то подобным. Перехожу в плюсы, такой, думаю, так же делаю, а там не работает. Я такой, в смысле, что в C работает, а в плюсах нет? Ну, бывает. Так, ну, то есть первая идея, что максимально совместима C для того, чтобы можно было поддерживать все старые программы, которые написаны. Были давно. И это очень классно, потому что программ написана куча. Все математические там пакеты уже готовы. Вот, можно их переиспользовать. Это есть. Следующее. Ты не платишь за то, что ты не используешь. Это обычно всегда рассказывают. Имеется в виду, если вы не используете что-то в языке, там, полиморфизм сложный, либо эксепшены, то при компиляции в программе этого не появляется, и поэтому они могут быть потенциально очень быстрыми. Вот, за что их как раз-таки и любят. Сделал программу, скомпилировал, она самая быстродейственная, которая только есть. Отсюда выходит, где используют плюсы обычно. Вот если к вам, вот вам понравились плюсы, и все хорошо, и вам говорят, давайте напишем веб-приложение какое-то. Не надо брать в этот момент и плюс-плюс. Я говорю, надо подумать, зачем вы будете их использовать. Если вы работаете с перемножением чисел, там, матриц, с парсингом документов каким-нибудь сложным, вот, с многопоточностью, с либо видеокартой, либо пишете саму не нейросеть, а саму библиотеку лейнеростей, вы возьмете, скорее всего, плюсы, потому что это быстро. Но если вы работаете с сетью, туда-сюда гоняете, ждете ответа, работаете с базами данных, вот, тогда вам плюсы можно не использовать. Потому что зачем? Для этого есть более высокоремые языки, в которых вы не наступите на грабли, типа, там, о, господи, я бы не подумал, как с памятью работать. Хорошо. Сикфолты все ловили на си? Ну, это когда, там, типа, массив, память не выделили, либо забыли выделить, и память утекла, и там вам говорят, что, господи, плохо все написано. Хром у кого-нибудь падал? Да, вот, отлично. Это вот оттуда. Хром написан на плюсах. А вот Firefox написан на расти. И он не падал, потому что я им не пользуюсь. Классно. Так. Кроме того, в плюсах можно избегать платформа зависимых штук, но это сложный вопрос. Нынче все популярно делать платформа независима, кроме экосистемы Apple. Когда вы пишете программу, там, на Java, вы знаете, что после компиляции она вообще запустится везде, потому что главное вам иметь Java runtime корректно на разных платформах. Вот. C++, наоборот, вы когда скомпилировали программу, вы должны скомпилировать под конкретную платформу, чтобы она там работала эффективно. Вот. Но код, который написан в плюсах, он обычно одинаковый для всех платформ, если только вы не используете платформа специфичные штуки. Вот. Поэтому я, кстати, не очень люблю, когда люди пишут лабы в Visual Studio, обычно виндовой, потому что там появляется почему-то зависимость простой программы, которая делает сортировку пузырьком от виндовой экосистемы. Я смотрю на это, думаю, ой, как-то странно вышло. То есть можно написать нормально, а можно написать плохо. В этом в плюса, конечно, веселье. Так, идем дальше. Вот. Много парадигм программирования. Про функциональщины УП мы сказали. Есть еще одна парадигма. Это обобщенное программирование. Догадайтесь в трех раз, что это. Все вместе. Все вместе. Все везде и сразу, как в фильме. Классно. Еще идеи? Ну ладно. Обобщенное программирование – это когда мы говорим следующее. У меня есть алгоритм сортировки пузырьком. Какая разница, типа, что он сортирует? Мне главное, чтобы объекты, которые я сортирую, мог сравнивать. Либо я хочу создать структуру данных, список. Мне не важно, что там хранится. Я хочу просто, чтобы можно было взять элементы по индексу, вставлять элемент в конец, память сама выделялась. Все. Поэтому, когда я в коде буду создавать эту библиотеку, я не буду создавать функции, взять по индексу объекты. Эта функция будет возвращать int, допустим, или там float какой-то. Я хочу, чтобы там оно вернуло то, что я туда положил. Для того, чтобы это сделать в C, я не знаю, вы делали такие финты ушами или нет? Нужно возиться, вводиться звездочкой, вот эти вещи. Не делали? Не работали с сырыми прям указателями? Вот да, там есть. То есть можно, конечно, на C все сделать, что угодно. На плюсах для этого дали нам мега-супер-вундер. А, на C можно макросы писать, и это как раз обобщенное программирование, но они очень неудобные. В плюсах дали темплейты, шаблоны. На них можно как раз-таки делать вот это обобщенное программирование. Мы посмотрим с вами на формат стандартной библиотеки, STL плюсов. Она очень богатая, и там все вот это обобщенное. Самим писать обобщенные программы немножко тяжеловато, потому что надо слишком много думать, и работа с шаблонами там тяжелая, в общем, в плюсах. В Java и прочих штуках тоже есть обобщенное программирование. Это там дженерики называются. Они попроще, понятнее. Ну и без этого можно жить вон в языке программирования Go, типа а-ля дженерики добавили, и обобщенное программирование, можно сказать, позавчера, ну год назад. А язык существовал уже давно, под него куча всего написано. Просто удобство. Так, ту-ту-ту. Метапрограммирование, это, конечно, у меня записано, но это в стандартной библиотеке нету. Это надо использовать там сторонние штуки, типа библиотеки Boost. Но мы про это вообще не будем трогать, потому что там много эзотерики. Метапрограммирование — это когда ваша программа может саму себя модифицировать, либо создавать внутри себя еще программу, скажем так. Вот это, какие примеры могут быть? Ну это в динамически типизируемых языках используется, и во всяких лиспах. Ну, я сам не сильно много просто писал такие странные вещи, так что не скажу. Например, в Python, либо в Ruby можно переопределить поведение, когда вы, допустим, у объекта вызываете какой-нибудь метод, а этого метода не существует. Вот, в C++ вы, в принципе, скомпилировать программу не сможете. Он скажет, ну а что у вас, вот у структуры нет этого поля, либо у класса нет этого метода. Вот, а в тех языках можно поймать это событие, что не существует какого-то метода, и в этот момент прямо взять и создать метод, и вызвать его, и вернуть. Это очень богатая штука, но сложная. Вот. Так. Класс. Так, ну, когда использовать C++, я типа сказал, когда пишем что-то низкоуровневое, где нужно числа дробить. Вот. Так. Угу. Про библиотеки, которые вы будете использовать. Скорее всего, вы будете писать на чистых плюсах, без ничего, либо использовать только стандартную библиотеку. Вот. У C была стандартная библиотека, я не знаю, вы заметили ее или нет, но она очень маленькая. Там была библиотека string, или как так называют, в ней есть функции для копирования памяти, быстро для превращения строки в число, число в строку и так далее. Вот эти вещи. А, скажем так, динамических массивов стандартной библиотеки C не существует. Ну, не завезли, сами придумывайте, на молоках там выделяйте память. Вот. В плюсах, наоборот, сделали очень огромную библиотеку. Из-за этого у людей, у разработчиков компилятора и прочих вещей большие проблемы. Ну, да ладно. Вот. Там есть вообще все. Что нам нужно? Работа с динамическими массивами. В плюсах добавили вектор. Отлично, есть. Теперь не нужно самим думать про выделение памяти. Просто как в Python'е создаем массив, вызываем там append, либо push, и объекты добавляют сами. А память очищается тоже сама. Что еще? Хэш-таблицы, либо словари, я не знаю, как вы их называли у себя. Они тоже там есть. И причем их несколько разных видов бывает. Можно выбирать. Дальше. Классные фишки. А, нет, это чуть дальше будет. Что еще интересно там было? Бокатная библиотека алгоритмов. Хотите бинарный поиск завести? Вам не нужно даже его писать. Он там уже есть из коробки почти что. И подобные вещи. Да, это классно. Это все можно посмотреть в саму библиотеку на сайте cppreference. Вы, наверное, к этому сайту обращались, только смотрели там секцию C. Там есть еще плюсы. Такая штука. Так что можно даже не гуглить про обычный интернет весь, а заходить туда и все искать. Средства разработки. Это понятно. Hello World. Отличие от плюсов. Да, у меня, конечно, тут в конспекте написано отличие от плюсов, которые хотелось показать. Но как будем делать это? Нарисуем что-нибудь на доске. Какие у нас есть отличия? Ну, давайте попробуем. А, окей. Что тут веселого? Плюсы и C. Что у нас появилось нового? Итак, на стороне C++ мега фича, которую ждали все, все это время. Это тип бул. Е-е-е-е, ура. Никто не счастлив. Больше никаких единичка в качестве true-false. Есть ключевые слова true-false, наконец-то. Добавили. Я зачем-то это написал. Я зачем-то это написал? Догадайтесь трех раз, сколько в памяти занимает true-false. Кто больше? Отлично, хорошо. Почему кто не сказал один бит? Ну, это логично. Ноль, единичка. А почему не один бит? Этого достаточно на самом деле. Да. Это материал первого семестра. Давайте подумайте, почему нельзя, чтобы переменная занимала один бит? Как раз-таки наоборот, экономно, бит меньше, чем байт. Интересно. Символ в смысле чар, да? Ну, да, но буллин не чар, его же можно было бы оптимальнее хранить. Ну, смотрите. Вот. Чтобы закодировать ноль к единичку, достаточно один бит использовать. Вот. Это чтобы закодировать там число какое-нибудь 129, уже не хватает одного бита и даже двух битов не хватает. Для этого понадобится их почти 8 или 7. Умножите в голове. Ну, ладно. Да. Давайте намекну. Просто проблема в том, что невозможно, ну, вот на этом языке, на этом уровне, уровне C++, нельзя эффективно адресовать один бит памяти. У нас все регистры в процессоре, они такие, типа, на, пожалуйста, тебе 4 бита, либо 8 бит, либо сразу же там 32 бит или 64 бита. Просто достучаться до 1 бита нельзя. Поэтому приходится использовать так неэкономно память. Типа того. Поэтому буллин, он все равно занимает 1 байт. Да, окей. Так, сейчас проверим энциклопедические знания. Сколько занимает int в памяти? 400. А, там кто-то вздыхает, видимо, такой, господи, опять этот вопрос, да? Так, какой правильный ответ? Вот, надо правильно вот так говорить. 4. Вот. Потому что на самом деле это зависит от чего? От платформы, от компилятора и от платформы. Если мы работаем на 16-битной машине, у нас там нету таких регистров, чтобы вот целый int на 4 байта отдать. Вот. Нам дадут 2 байта, пользуйся, пожалуйста. А нельзя больше? Нельзя. Ну, приноси структуру данных big integer и вот, там, разбирайся сам с этим. А если у нас 64-битная машина, нам дадут 4 байта, пожалуйста. Ну, а больше не дадут, потому что это уже лонги. Вот. Там такая фишка. Окей. Это был первый вопрос в тесте. Да, да, да. Окей, клево. Если что, что там дальше у нас по плану есть? А, ну, давайте вот то, что в голове на верхушке лежит. Как мы выделяли динамическую память в C? Да, malloc, отлично. Ну, там еще были семейства функций типа lock и что-нибудь подобное. А, ну и free для того, чтобы чистить память. Да, классно. В C++ внезапно это тоже все есть. Этим можно пользоваться. Но, типа, не рекомендуется. Потому что это низкоуровневая вся штука. Она прям low-level. Вместо этого в плюсах появляются специальные ключевые слова, которые называются new и delete. Мы их, наверное, потом посмотрим подробно, когда будем работать с моделью памяти и прочими вещами. Вот. Типа, если вы пишете C++ код и используете malloc, то, скорее всего, вы, не знаю, просто копипастили из C. Все можно сделать на вот этих штуках. Это ключевое слово. Это новые два ключевых слова. Это функции. А это ключевые слова, скажем так. Которые являются тоже функцией, но это не важно. Вот. С помощью них можно создавать экземпляры классов, если мы пишем там какой-то OP, экземпляры структур. Мы можем также выделять память под динамический массив и прочие вещи. Мы посмотрим модификаторы вот этого new и delete, которые, там их несколько, целый ворох. Это надо стандартную билетику открыть на проекторе и посмотреть. Вот. Типа того. Что еще веселого есть? Хм. Так. Водится звездой там и там. Есть, потому что он всегда есть. Это сырая память какая-то. Ну ладно, окей, давайте дальше пойдем. Типа здесь в C у нас было ключевое слово struct для того, чтобы объявлять структуры. Вот. И в этих структурах можно было хранить только данные какие-то. И все. Если мы хотели создать функции, которые работают с этими структурами, мы просто отдельно создавали функцию и передавали эту структуру по указателю либо по значению функции. Вот. Возитесь там с ней, пожалуйста. Вот. В C++ добавили ключевое слово класс. И также осталась структура. Но между классом и структурой почти неразличима семантика. Вот. Они, в принципе, делают одно и то же, за исключением того, как структ работает с областью видимостью объявленных методов и полей класса. И то, и другое создают, объявляют новые типы данных. Вот. В принципе, структ в C это был механизм, как в язык программирования C добавить новые кастомные типы данных, которых там раньше не было. Вот вы создавали свой тип данных, как вот int есть. Вот. C++. Теперь два ключевых слова для этих целей. Делают одно и то же. Вот. А в VSC вы не могли определять конструктор, структуру, который создает экземпляр структур. Типа вот я выделяю память на структуру. Хотел бы, чтобы там сразу же лежали какие-то там данные. Вот. Но нельзя было сделать. Вручную положи. В C++ уже можно объявлять так называемые конструкторы, которые что-то делают. Вот. И появились еще деструкторы, которые уничтожают там содержимое по каким-то правилам, как вам надо. Мы это глянем отдельно. Вот. Классные вещи. Что еще веселого появилось, что прям сильно отличает? Ну-ка. Есть более лайтовый пример, а не сразу же жесть какую-нибудь? А, ну да, вот-вот, как раз-таки шаблоны. Если мы хотим сделать какое-нибудь обобщенное, клевое программирование, то в C++ мы могли писать типа такие штуки, как template. Template. А там писать type name, если я не ошибаюсь. T. Ну, а потом там написать уже класс какой-нибудь. Класс вектор. И поехали кататься там, что-то с ним делать. И внутри можно было сказать, что вот в этом векторе хранится что-то типа T. Что? Непонятно. Но когда к нам приедет, мы узнаем. Вот. Это шаблоны и обобщенное программирование. Это будет отдельная тема, где мы будем это именно изучать. Вот. Там есть шаблонные функции, есть шаблонные классы и есть... О, господи, боже мой. Можно почитать факториал на шаблонах. Там оно, кажется, Turing полное, отчего делает больно людям. Теперь по поводу этого будет как раз-таки еще одна отдельная лекция. Судя по всему, я накидываю план. Какой у нас будет дальше. Вот. Это будет, значит, план лекции про OOP. Классно. Это будет про модель памяти. Memory model. Так, это будет про обобщенное программирование. O.P. Ну ладно. Без O. Просто O.P. Так. Memory model. Есть такая штука, которая появилась в плюсах и которая просто сносит крыш. Это ссылки. Ссылки. Скажите здравствуйте непониманию, что вообще происходит здесь. Вот у нас есть функция какая-нибудь? Void. Ну типа будет у нас функция keg. Она может принимать на вход что? Она может принимать переменную int. Лол. Классно. C. Как был, так и есть. Теперь появляется еще один способ, как что-то делать. А точнее нет, не появляется, как было в обычном C. Мы могли туда отправить указатель. Ну типа int звезда, а аргумент называется lowptr, ptr pointer. Все знакомо. Ничего страшного. А теперь приходит C++ и говорит можно писать. Я специально пишу мелко, чтобы никто не видел сзади. Вот. Функция, которая void keg, как обычно. Void я просто не переписывал. Int, а персант. Ну а аргумент называется lowl.ref. Ref типа reference. Вот. Теперь, внимание, вопрос про указатели и прочие штуки. Что сделает звездочка здесь? Это модификатор типа. Потому что есть int, это целое число, а int звезда, это указатель на целое число. Все. Это модификатор типа. Перейдем дальше. Значит. Int звездочка, ptr. Вот. Нет. Сейчас. Сейчас будет классный пример. Int, а равно 42. Отлично. Теперь я создаю int звездочка, ptr. И если я хочу положить в ptr указатель на переменную, а, что я пишу обычно? Да, амперсант. Господи, боже мой. Короче, вы поняли. Амперсанта. Нормально. И такие создатели сейчас поглубимся, c++ смотрят. Нам нужно ссылки ввести. Какой символ взять? Ну, есть апперсант. Давайте апперсант возьмем. Но он уже используется для того, чтобы взять адрес переменной. Нормально сойдет. Все будет хорошо. Никто не запутается. И поэтому можно писать вот так. Int, амперсант. Вот теперь вот этот апперсант, это не взятие адреса int, а что это такое. Он уже стоит возле таргета, возле типа. Поэтому это будет модификатор типа. Получается у нас теперь вот эта переменная ref, это ссылка на int. Вот. А для того, чтобы положить туда, допустим, a, по ссылке можно написать просто вот так a. Никаких больше разыменований не надо делать и взять. И теперь, если я дальше хочу, допустим, поменять a просто так. Чтобы поменять a, положить в него 50. Я пишу вот так. Все легально-легально. Теперь, если я хочу поменять a по указателю, вот ptr, я для этого что делаю? Если я напишу, что случится? Вот если так написать. Ну, компилятор нас наругает, потому что скажет. Слева у нас указатель на int. Справа у нас int. Ну, нельзя присвоить. Либо он присвоит, и случится бубух. Вот. Поэтому нам для этого нужно было сказать вот такую конструкцию. И поразыменовать слева ptr. Теперь у нас в руке место в памяти, и туда мы складываем семерку. И все хорошо. Теперь у нас a равно семерке тоже. Ну, вот. a равно семерке, ref равно семерке, и ptr по указателю равно семерке. Все классно. А теперь, если мы хотим по ссылке положить туда что-то, то мы внезапно пишем вот так просто. Никакого разменования, ничего писать не надо. Оно вот так вот положилось аккуратно. Это тоже корректный код. И вызывает такой же спецэффект, как у указателя. Вот. Ради того, чтобы добавить. Ну, и что это нам дает? Это лютый сахар синтаксический. Ну, и много спецэффектов. Во-первых, нам не нужно писать вот эти вот звездочки здесь. Много где звезды отлетают. Вот. Мы пишем только в одном месте, где объявляем переменную, что она ссылкой является. Вот. Для того, чтобы положить по ссылке что-нибудь, нам ничего не надо тут тоже делать странного. А семантика в плане, ну, эффекта такая же. Мы не копируем объекты. Мы вот прям берем и складываем, куда надо все. Мощная штука. Но для того, чтобы это сделать, они полностью сломали всю, типа, способ работы с переменами, который был в C. Ой. В C была такая штука, как LValue, RValue. Помните это немножко? Нет? Не было? А, вы, наверное, это не обсуждали. Так как раз-таки тут мы обсудим. Ну, сейчас я по-простому скажу. LValue это то, что находится слева, оператор равно, а RValue то, что находится справа, ну, потому что RValue. Вот. В данном случае это является LValue, потому что он слева, а 50 является RValue, в принципе. Вот. Но тут в плюсах все внезапно взорвалось и поменялось. Кроме понятия LValue и RValue появились LValue и RValue ссылки и много чего другого. Но благодаря этому теперь в плюсах можно творить красивые вещи. Да. Но, например, одна из них заключается в следующем. Вот в C никогда нельзя было бы так сделать. Допустим, у нас есть функция foo, вот есть функция foo. Мы ее вызываем. Все хорошо. В C вызов функции всегда возвращает RValue. То есть, если мы хотим, то мы можем только результат функции чему-то присвоить. Ну, то есть, написать просто какой-нибудь C равно foo. foo возвращает int. И все. Если он возвращает указатель, то мы все равно так бы и написали. А дальше там что-то с этим делали. Вот. В C++, так, это напишем C++ фича, можно написать вот так вот. И это работает. И вам компилятор ничего не скажет, если все правильно. Если функция foo вернула RValue ссылку, вот. И можно будет это сделать. Вот. Это непонятные вещи, поэтому этому будет посвящено как бы отдельное занятие, где мы будем с вами разбираться с моделью памяти и поймем, как это стало возможно и зачем это вообще, в принципе, внедрили. Как там они сильно сэкономили память и как много всяких спецэффектов они добились. Благодаря тому, что добавили ссылки, теперь, например, вывод в консоль выглядит очень просто. Вот в C у нас есть стандартная библиотека для stdio.kh, в которой есть printf и scanf, которые нам предоставляют там операционные системы для работы с файлами, с файлом консоли и многими другими вещами. В C++, типа, printf и scanf использовать считается не классно. Вообще, printf и scanf, они небезопасны. Вот вы небезопасники? Вам небезопасно использовать printf и scanf. У нас был предмет, который называется анализ уязвимости ПО на пятом курсе. Вот. И мы там изучали как раз-таки уязвимости scanf и printf. можно было сделать так, чтобы у вас printf или случайно распечатал все окружение системы, которые сейчас находятся у пользователя. А в окружении системы могли храниться там пароли, какая-нибудь информация, еще что-то странное. Вот. Просто за счет того, что можно было там случайно типа прогуляться по стеку куда-нибудь наверх. Можно вызвать вообще произвольный код, если вы знаете это, и многие спецфекты. В C++ хотели починить C, сделать чуть более безопасным язык, и добавили побольше абстракции. Вот одна из абстракций — это работа с всяким потоковым вводом-выводом, выводом, и библиотека EOS Stream появилась классная. И, наверное, кто из вас с плюсами хоть чуть-чуть работал, знает, что вывод в консоль будет выглядеть вот таким вот образом. Ну, давайте я полностью напишу std cout hello std endo точка запятой. Вот. Что тут есть интересного здесь вообще? Нового произошло. Старое тут одно. Это константная строка, то, что досталось нам от C. В плюсах появилось следующее. Вот это непонятно, что такое два двоеточия. Потом вот эта штука, два оператора сравнения подряд. Давайте. Что это такое? Что это за оператор? Ну, да, да, это сдвиги. Это сдвиги. Вот. В C++ у классов можно переопределять операторы. Вот. Если сдвиг — это был оператор, который можно применять к числам, то в C++ можно применять этот оператор к любым классам. Вот. Его можно перегрузить. И они его перегрузили для специального типа данных, как поток вывода, input, output, stream. Cout — это объект потокового вывода, который нам дает библиотека. Библиотека, кстати, называется Iostream. In-к-лю-де-и-о-стрим. Вот. Такая штука. Так. Ну, здесь опять поток вывода. Внезапно можно выводить в строку. Ну, типа, неужели они переопределили сдвиг для строки? Как? Что? Ну и все. Давайте разберемся. Значит, фишка в том, что вот эта штука, вывод в поток, это некоторый оператор, то есть это некоторый метод, то есть функция. И когда мы вызываем вот этот оператор сдвига у класса Cout, тогда нам возвращается в качестве результата ссылка на, опять-таки, поток вывода. И поэтому мы вот этот оператор сдвига применяем не над строкой, а над новым, типа, экземпляром потока вывода. Вот. В чем магия. И благодаря этому получается такой более-менее, ну, типа, изящный способ вывод и ввод с потоком. Для того, чтобы что-то считать с консоли, ну, я std не буду писать, мне лень. Мы пишем вот так вот, допустим. Ну, и a это будет какая-нибудь там int переменная. Вот. Когда вы так напишите, у вас консоль будет сидеть и ждать. Что-нибудь введите. Вы введете там 32, нажмете Enter, и у вас в a окажется 32. Вообще классно. Никакого scanf и там. А что именно я считываю, процент d или что-то другое. Вот. Безопасная штука. Классная, но говорят немножко медленно. И тоже есть приколы. Если вы пишете консольную утилиту, то, скорее всего, нужно будет что-то другое использовать, надо читать. Но для нас сойдет. Вот. А, что я еще тут подчеркнул? Два двоеточия. Давайте, знаете, что такое два двоеточия? Вот эти вот. Нет? Так. Значит, это доступ к какому-то, ну, какой-то сущности внутри namespace. Появились namespace. Вот. В C+, в C была проблема. Пишите вы свою библиотеку, вот. И там методов, функции наопределяли, 100 штук всяких разных, и даете пользователю их. На, пожалуйста. А у пользователя, когда он писал код, ему тоже понадобилось объявить функцию какую-то. И она, ну, так случайно вышла, что называется так же, как у вас в библиотеке. Вот. И он не сможет ее объявить. Ему скажут, уже существует, да. А вы не в первую работу? А, да. А сколько у нас, 30 минут до конца осталось? 40 минут, да. 40 минут? Ну, давайте доработаем до конца и уйдем на 5 минут. Давайте. Ну, вот. Неважно. Короче, вот. Если у вас есть библиотека, вне какая-то функция определена, то вы не можете больше определить такую же функцию, объявить и пользоваться ей. Потому что она уже есть вот в скопе вашей программы, ну, во всей вашей программе. И это большая проблема. Из-за этого функции называются в C как-нибудь там, вот библиотеку виджетов вы сделали, у вас там будет какая-нибудь такая написана виджет, там нижних два подчеркивания, там какой-нибудь new window. И там оно объявляется. Для того, чтобы если пользователь захотел создать функцию new window, у него все было хорошо. Вот. Вот делать такие вещи. Это очень некрасиво, неудобно и вообще страшно. Программы, которые большие, в них много функций, которые могут называться одинаково. Ну, я не знаю, там максимум посчитать какой-нибудь. Иногда вам нужно максимум посчитать между двумя интами, иногда максимум в массиве надо посчитать. И что вы по-другому функцию будете называть? Давайте называть тогда их все там max, inMyArray или еще что-то такое. Странно. Поэтому в плюсах исправили эту ошибку и создали такие namespace. Это пространство имен, где можно сваливать всякие переменные, функции и прочие вещи. И можно как бы инкапсулировать немножко в коробочку, в пакет то, что вам нужно. Там можно писать вот так, типа namespace пишется, namespace, потом имя, там какой-нибудь май. Вот. И дальше вы тут объявляете функции. И теперь, если кто-то подключает ваш хедер, где объявлено вот это вот все, чтобы вызвать там функцию какую-нибудь, там, фу, которую вы написали, ему надо будет в своем коде написать как раз-таки май два двоеточия фу. Вот и все. Когда компилируется программа в бинарник, вот, там никаких уже namespace не существует, там все слепляется в символы, но это отдельная тема. Такие дела. Мощная штука позволила жить хорошо. STD — это namespace стандартной библиотеки. Все, что связано с ней, лежит там. Вот мы хотим выводить в консоль, консоль output, поэтому Cout называется. Это в STD. Хотим работать с вектором, это будет STD вектор. Там, я не знаю. Работаем с сетью, оно тоже будет там находиться. Подключите другую библиотеку, например, Boost. Вот, она будет там Boost, два двоеточия, поехали кататься. Такая вот фишка новая. Но, на самом деле, в плюсах до 2020 года не было еще одной фичи, которая бы сделала все проще. Это модули. Они нынче появились, но они немножко сложные, мы их не будем трогать. Это отдельная большая песня. Так, что еще веселого есть в плюсах? А, ну, такие всякие мелкие штуки появились, строки нормальные, они вот эти вот чар, конс чар со звездой. Вот. Ну, просто потому, что в стандартной библиотеке появился класс стринг. Можно с этим работать. Но это не такая веселая штука. Так, ну, слава богу, функции объявляются так же, поэтому нет никаких проблем. А, раи-принципы и итераторы. Мангольных символов, референсы. Окей, это все жесть. Ну, ладно, давайте вот это скажу. Чтобы было жить хорошо и почему это похоже на современные языки программирования, вот еще почему. Вот пишем мы такие на питоне, и у нас задача проэтерироваться по массиву. Мы такие, классно. Пишем на питоне. Пожалуйста, массив, и положи в нем, в него какие-нибудь там числа. 1, 3, 5. И хотим мы по нему проэтерироваться, и пишем мы красиво. For in, in, ой, int, in array, двоеточие, print i. Клево. Мы не думаем ни о каких индексах, что там надо начинать с нуля, заканчивать, там, длина массива минус один. Чудеса. Вот, а на c мы пишем рабочий крестьянский for int i равно нулю, и меньше что-то там, и плюс-плюс. Вербозно. Тут приходят ребята с c++ и говорят, вам нужны итераторы. Мы вообще не должны в структурах данных думать, как по ним итерироваться. Это, ну, это типа нелогично, так не должно быть. Поэтому мы сделаем круче. Поэтому на c++ можно писать вот так вот. Допустим, я создаю вектор какой-нибудь. Вектор из intов. Это угловые скобочки, которые говорят, что у нас вектор параметризован типом int. Значит, он хранит int. Array равно, и тут напишем тоже 1, 3, 5. Вау, классно. И теперь мы хотим про него проитерироваться. И можно писать вот так вот. For. Давайте напишем сначала int i, двоеточие, array. Ну, и тут будет вот этот seout. Ай. Вот. Классно. Смотрите, мы не думали про итерацию, мы просто сказали, про итерируйся, пожалуйста. Это так называемый range-based for. Вот. Да, это двоеточие. Ну, то есть тут in, а тут двоеточие. Какая разница? Ой. Почему это нужно было? Вообще, зачем появились итераторы? Скорее, это надо поговорить об этом на теме про OOP. Ну, давайте просто сейчас скажем, потому что почему бы не сейчас. Значит, если мы создаем с вами связанный список, вот, и мы хотим по нему проитерироваться, вот. Мы бы тогда брали бы числа от нуля до, там, n, потому что мы знаем, что в связанном списке хранится n объектов. И мы бы у нашего связанного списка бы где-нибудь вызывали, там, list.get i. Вот. Давайте. Какая сложность взять элемент по индексу и списка, связанного списка? Да, o от n. Ну, и выходит, наш чудесный for, который мы записали, уже не o от n, как должно было быть, а в среднем, ну, o n квадрат получается. Кошмар, если мы пишем обычный for, там, i равно 0 и так далее. Но если мы делаем range-based for, тогда мы можем в нашем классе написать, что вот эта вот штука просто последовательно дает объекты. Мы же и так последовательно идем по нему. Мы как по паровозику гуляем, можем выдавать эти объекты. Здесь же i, это не индекс, это конкретный элемент, который хранится в массиве. Вот, вуаля, все работает. Дальше нам дают, вот вам дерево, пожалуйста. Какие индексы у деревьев? У него нету деревьев, но нам нужно про нему всему пройтись. Мы можем вот это написать, и все заработает. Вот. Поэтому это появилось. Все как в нормальных языках, типа как в Java, в Python, и везде. Такая фишка. А еще в плюсах, если вы думаете, что, ну, блин, вот есть динамически типизированные языки, Kotlin, где можно типа не писать. Просто написал вал А равно 42, и все работает. А тут везде инты эти писать. То можно делать вот так вот. Написать авто, намекая на то, что, пожалуйста, компилятор там выведи тип. Это уже как динамическая типизация выглядит. Но на самом деле это просто очень мощный вывод типов. И на самом деле, так вы будете пользоваться часто, если будете писать дальше на плюсах. Так как иногда в стандартной коллекции то, что вам возвращает там стандартной коллекции что-то, тип этого объекта вообще какой-то огромный, сложный, непонятный. Там может быть какой-нибудь какой-нибудь вектор стд, вектор форвард итератор от Интая с какой-нибудь там апперсандом и прочими штуками. Вы же напишите вот здесь вот это описание, вы же его даже не знаете. Авто и все будет работать. Вообще классно. Это, кстати, тоже обобщенное программирование уже пошло какое-то. Такие фишки. Ну, в си этого нету, насколько я помню. Классно. Следующая фишка, которая появилась в си плюс-плюс, это, ну, давайте назовем ее, но вообще ее нужно будет посмотреть отдельно. Все хорошо, у нас сегодня обзорная лекция, поэтому мы все подряд сваливаем в кучу. Не переживайте. Это РАИ. Ой, на русский переводится как, сейчас, resource acquisition is initialization. Короче говоря, взятие ресурса, это есть инициализация и так далее. Зачем это нужно вообще? Что это такое? Используется везде, даже если вы пишете на питоне, просто никто об этом не думает там. Давайте, вот смотрите, что сделаем, ну, там main какой-нибудь я сейчас напишу. Main, main, так, там что-то работает. Мы делаем int звездочка присло... Ой, int звездочка а равно int звездочка молок. Тут что-то мы делаем. Ну, даже ничего не делаем, не важно. В чем может быть здесь проблема? Утечка памяти. Потому что, типа, ну, в стародавние времена, конечно, когда, если программа не очистила за собой память, то тогда никто не очистит память и, пожалуйста, перезагружайте Windows. Вот. Сейчас, если программа завершилась, и она память не почистила, то, ну, операционная система там почистит. Ей это не трудно. Вот. Но в современных операционных системах можно случайно открыть какую-нибудь сеть, либо файл, не закрыть его, и произойдет какой-нибудь смешной спецэффект, так что это везде останется. Вот. Это утечка памяти. Мы не вызвали функцию free над вот этим вот A. Мы должны были здесь написать вот так вот. Это, типа, free A. Вроде так, да? Все. Чтобы вернуть память операционной системе обратно. И основная проблема программирования на низкоуровневом языке, типа C, что надо вот это вот все помнить. А когда вы пишете нечто большое, то вы сталкиваетесь с такой проблемой, как владение объектами. Вот. Вы хотите, вы вообще-то хотите просто сказать, я создаю игрока, вот, выделяю память на него. Все. И отдаю его дальше в какие-нибудь функции. Он там живет в мире, существует, либо враги какие-нибудь. Их выделил игровой движок врагов. А их уничтожает там какая-нибудь система, которая объекты уничтожает. Все. Ну, и вот та система, которая уничтожает объекты, она, например, не имеет права удалять эти объекты. Либо надо понимать, а кто удаляет объекты. Это система, которая уничтожает объекты, либо персонаж, который выстрелил пулькой в него. Или пулька должна удалять объекты. Типа, кто владеет вообще этими объектами, персонажами или пульками? Кто их должен уничтожать, когда они взорвались там в игре? И вот всякие такие вещи странные могут появляться. Нужно это как-то разрулить. Вариант первый — это сделать другой язык программирования, в котором это как-то работает из коробки. Типа Java — сборщик мусора, приберет мусор, и все будет хорошо, красиво. Но люди хотели, чтобы это работало и в C++, чтобы можно было это делать. И появилась концепция RAI, которая доступна за счет того, что есть конструкторы класса и деструкторы классов. И поэтому, если я в C++, ну сейчас я просто ремаркой создаю класс вектор какой-нибудь, экземпляр класса вектор, и в нем будет 100 элементов, а потом return, ну вот внутри моего мейна так написано, то никакая память не утечет. Массив динамический, в него можно добавлять объекты. Внутри под капотом где-то был молок на самом деле, все легально. Но free не надо вызывать. Не надо вызывать ни free, ни delete, а все само уничтожится. Почему? Потому что, вот смотрите, в чем прикол? Вот эта переменная, и со звездой, она хранится на стеке, сама переменная A. Но содержимое ее хранится где-то там далеко. Когда ваша функция заканчивается, все, что было на стеке, уничтожается автоматически. Поэтому переменная называется автоматическая. Это еще в C было. Все классно. Но автоматическая переменная, она указатель хранит, ну и ладно, ничего страшного. Не существует всей механизма, чтобы взять и сходить, подтереть память где-то там, когда объект уничтожился здесь автоматически. Теперь смотрим на C++. Переменная A, она тоже автоматическая. Ее как бы уничтожит компилятор, скажем так, когда закончится функция. Просто она со стека там сотрется. Но внутри как-то инкапсулировано хранение указателя на сырую память где-то там далеко. Так как в C++ есть классы, и у каждого класса есть конструктор и деструктор, конструктор вызывается, когда создается экземпляр класса. Здесь вызвался конструктор. И деструктор вызывается автоматически, когда вы уничтожаете объект. И в деструкторе как функции написано «почистить память». Все классно. Теперь вы больше никогда не думаете о том, что нужно чистить память. И память почистится когда? Когда объект уничтожится. Автоматически, либо там специально как-то, либо еще что-то случится. И вот эта концепция, что объект сам за собой приберет ресурсы, и в принципе называется как бы RAI. Это мог быть файл, который сам себя закроет потом. Не нужно помнить, что нужно вызвать в конце fclose. Это мог быть ресурс связи с сетью, который закроет коннект. И наша база данных, к которой мы приконнектились, не упадет из-за того, что слишком много открытых соединений, которые уже умерли. Вот. Такие вещи. И есть еще отдельная штука, которая будет как лекция. Это умные указатели. Вот. Это там, это все дальше превратилось в умные указатели. Smart pointers. Это, ну там, большая как бы тема. Мы с вами разберем, какие есть умные указатели. Вот. И они позволяют вообще больше никогда не думать про владение объектами, про вот эту очистку памяти и все остальное. Но, тем не менее, там, из-за этого появляются нюансы. И smart pointers стали возможны после того, как они поменяли всю семантику и добавили ссылки. Если бы у нас не было ссылок, тогда бы мы не смогли сделать smart pointers и не смогли бы сделать красиво вот это RAI. Разберемся, почему. Вообще, концепция как бы красивая. Мне очень понравилось, что они это сделали вот таким образом. Очень удобно. Да. Еще фишка как бы плюсов, которая вот дополнительно идет. Из-за того, что у нас появляются вот эти концепции, у нас появляются умные указатели специальные. Вот. Больше никогда не надо, в принципе, в коде писать звездочки. Вот эти вот. Это называется сырые указатели. В плюсах не надо больше возиться сырыми указателями. Если вы пишете код и вы делаете вот эти указатели, то, скорее всего, вы делаете что-то не так, недостаточно идиоматично в плюсах. Ну, это просто может заметить и все. Потому что всегда можно обойтись ссылками и прочими вещами. Вот. Класс. Это как раз, получается, будет лекция по поводу вот этих вещей. Хопа. Идем дальше. Что еще есть веселого? Так, ну, ссылки ему в семантика. Это будет отдельная штука. Нулы. Это отдельно, это неинтересно, что там появилось. Так, вектор, стринг, ручка, спорт, класс, конструктор, ссылки. Это у нас появилось. Мы объясним. Ну ладно, давайте вот тут еще есть пара моментов, которые можно просто сейчас показать, а потом, типа, к ним не возвращаться. Как раз у нас осталось тут 10 минут. Так, это мы с вами рассмотрели просто некоторые фичи языка. Вот. Можно рассмотреть немножечко, как происходит компиляция программы. Если, ну, вы, в принципе, это знаете, там схема из трех блоков состоит. Потому что это нам поможет потом понять, как работают шаблоны и прочие вещи клевые. Или не надо это пока. Ну, помните, как компилируется программа на C? Помните? Ну, давайте, короче, easy. У нас есть первая штука. Это у нас есть source code. Что-то мне... Глючит. Все правильно? Все правильно. Да, окей. То... Да. Значит, у нас есть файлы какие-то. C файлы есть. Header файлы. Когда мы пишем на C++, так принято называть файлы, в которых лежат исходники плюсового кода, cpp. Иногда, для того, чтобы явно показать, еще хедры для C++ кода называют хпп файлы. Но это делают очень редко и почти никогда. Вот. Так. Помните, зачем отделяются хедры от C++ файлов? Вот эту вот штуку. Ну, идея в том, что, в принципе, source code должен... Все исходные коды, которые скомпилируются в программе, должны лежать в файлах .c++. В том плане, там просто исходники находятся. Вот. А в хедрах обычно пишут объявления файлов, объявления методов, объявления, что существуют какие-то переменные и так далее. Для того, чтобы потом можно было подключить другую библиотеку. Когда вы подключаете другие библиотеки, вам обычно дают хедр файл, в котором описано, что есть в библиотеке. И не исходники библиотеки, а уже скомпилированная библиотека. Вот. Вы ее должны соединить к себе, чтобы было красиво. В плюсах там появляются шаблоны и резко становится все сложно. Как хедр файлы добавляются при компиляции во что-то? У нас сначала стартует фаза, вот вся компиляция состоит из нескольких шагов. Один из шагов, такой как бы логический, это припроцессинг. После этого у вас появляются, как я называл это, а, translation юниты. Не важно, типа, что именно, но припроцессинге делают следующее. Он просто берет все ваши файлики с исходным кодом и начинает в них вставлять хедр файлы. Вот у вас написано include Eostream. Вот, это хедр какой-то. И берут просто припроцессор, берет, копипастит вот все, что лежит в файле Eostream.h, где-то там на файловой системе, в вашу программу, так хопа, и вставляет. И в итоге ваша программа, которая там из 10 строчек кода после припроцессинга, это вот такой вот cpp файл, ну, уже подготовленный для компиляции, в котором 10 тысяч строчек, в которых в начале там хедр, информация какая-то лежит. Все, типа, классно и красиво. После этого ваш вот этот уже большой такой файлик отправляют в компилятор. Так, ну да, в компилятор. И на выходе вы получаете разные, так, как эти файлы называются, объектные файлы, насколько я помню. Они иногда называются .o файлы. Вот сейчас я как напутаю, как напутаю, ну да ладно. Это уже скомпилированные ваши исходники. Вот у вас будет, в вашей программе будет в проекте 3 cpp файла и 10 хедр файлов. В итоге у вас будет 3 объектных файла, уже скомпилированные вот эти вот cpp-шники. Но они еще друг с дружкой никак не связаны. Выглядят они приблизительно таким вот образом. Вот у вас будут какие-то вот сущности, у которых наружу торчат типа провода какие-то и еще сокеты торчат какие-то. Вот и еще какая-то соседняя программа, объектный файл такой же. Ну и еще какой-то другой, у которого только провода, допустим. Вот. Эти провода означают, что этот объектный файл предоставляет кому-то, например, скомпилированные функции. Ну, символы, так называемые. А вот эти сокеты, как я их сейчас придумал назвать, это зависимости от чего-то. Вот я вызываю std cout. Вот cout пока еще у меня в руке нету. Это какой-то объект, который мне должен кто-то дать. А он лежит, допустим, у скомпилированной библиотеки ввода-вывода, который лежит где-то в операционной системе. После этого идет стадия линковки. Вот, и вы получаете на выходе уже ваши exe-файлы, либо библиотеки, если вы их делаете. Вроде а-файлы называются. Exe-шники — это исполняемые программы, будь то linux, macOS, либо винда. Ну, просто расширение .exe — это неважно, его можно не писать. Главное, чтобы операционная система поняла, что это можно исполнить. DLL — это динамические библиотеки. Вы, наверное, видели, когда открываете там в программ-файл, если в Индии что-то там, DLL-ки какие-то висят. Вот это скомпилированные библиотеки, которые могут как бы на лету подтыкаться в программу. Есть .so-файлы — это если на линуксе аналог динамических библиотек. Есть еще .a-файлы или .lib-файлы, я вот не помню, как они называются, как о расширении. Это типа статические библиотеки, которые нужно будет куда-то там прям впаять до конца полностью. Линкеру еще на вход, кроме вот этих вот объектных файлов, подаются другие как раз-таки DLL-ки. И там .so-шники, и там другие файлы какие-нибудь. Линковщик как раз-таки берется вот эти вот разрозненные штуки и друг с дружкой соединяет эти провода и сокеты. Если у него получилось все соединить, и не торчит больше ни одного сокета, который никто не... Типа зависимость от никто не удовлетворил тогда. Ну, типа если все хорошо, то он скомпилировал программу, вы получили .exe-шник. Если нет, вам он скажет, ой-ой-ой, я не нашел какой-то символ, вот, я не могу собрать программу, извини. Вот, вы увидите ошибку линковки. Если вы работали на C, то там обычно вы видели только ошибки, как бы, компиляции. Вот в этом мире вы жили. Потому что вы не подключили библиотеку, ну, не подключили, сори. Вот. С ошибками линковки вы почти никогда не сталкивались. Вот сейчас плюсы, когда начнутся шаблоны, там вся магия происходит... Где-то после этапа припроцессинга и линковки. У вас могут быть ошибки, какие... Ну, дай бог, вы не столкнетесь с ними, но если с шаблонами что-нибудь намутить... Это есть такой мем просто про C++. Короче, допускайте ошибку на питоне. Вот. Вам интерпредатор питона говорит, ой, ты, ну, такой бедненький, ну, у тебя ошибочка в программе. Ну, вот она, вот там, я даже знаю, как исправить, вот поменяй вот эту штучку. Вот. На C++ там компилятор вам выкидывает вот такой вот листинг на 50 там страниц и что-нибудь говорит. Ты ошибся, потому что ты вообще глупый и уходи из профессии вон. Вот. И ты такой, а где ошибка-то? Я не знаю ошибка, иди сам понимай. Вот. И вам среда разработки говорит, все нормально, все нормально, извини, разбирайся. Вот в чем проблема, короче, плюсов есть. Вот эта штука, компиляция программы. Надеюсь, все будет хорошо у нас, и вы не столкнетесь с проблемами. Так, а, точно, хорошо. И как раз-таки, коли мы про это поговорили, сейчас закончим вот такими штуками. Чем компилируют программы на C++? Под Linux, Mac OS, под Unix системами и Mac OS тоже. Компилируют обычно на G++, либо C-Lang++. Вот. Это компиляторы. Там просто работает C-Lang++, имя, именно все C++ файлы, все инклюды, все разделяемые библиотеки. И на выходе получаете результат какой-нибудь. Работает как часы. Огонь. Под Microsoft и Windows это есть тоже G++, компиляторы C-Lang++, но они немножко странные, находятся там в какой-нибудь Мингове или еще где-то. Но обычно используют Microsoft MCVC, что так называется. Microsoft там компайлер. Если делаете все в Visual Studio, то оно как-то автоматически у вас там работает. Вот. Дальше, если вы делаете какие-нибудь большие проекты, большие проекты, это имеется в виду, вы хотите сделать игру на C или C++, вот. И вы подключаете библиотеку SDL, RayLip, я не знаю, что еще есть, много веселого, то тогда вы будете собирать эти проекты чем-то. Вот есть система сборки CMake. Вот они вам помогают настроить вот этот вот процесс сборки. Вы просто описываете, хочу эту библиотеку, там исходники, то все, пожалуйста, реши за меня все проблемы и еще собери под винду, Linux и MacOS. Вот там все описывается. Классная штука. Да. Что еще там есть веселого? Ну, в принципе, ничего. Так, на чем вы писали код в прошлом семестре, кстати? Мне любопытно. Хороший ответ в чем? В онлайн компиляторе. Репл? Да, я код в GDM. А, GDB? Да, я код в GDM. Я тоже в GDM. Ну, ладно, классно. Вы в онлайн компиляторе работали, значит, там у вас, скорее всего, был GCC. Под капотом. Вот. Для C++ у вас будет G++. Можете из онлайн компиляторов пробовать еще REPL. Он тоже достаточно хорош. REPL.IT. В нем вообще много языков есть, и он дает вам виртуалку линуксовую. Вы можете там что угодно делать. Хоть на питоне писать. Так. Ну, если вы хотите там локально у себя все разврачивать, то я рекомендую пробовать VS Code. Вот. И там компилятор самим настраивать. Либо... А, ну, раньше я рекомендовал JetBrains C-Line, но сейчас его получить невозможно. Такие дела. Окей. Ну, может... Ну, если получается, то окей. У меня была преподавательская лицензия, она уже превратилась в тыкву. И новую не давали. Вроде бы. Типа того. Хорошо. Так, следующая лекция. Про что у нас будет? Прошу бы рассказать. Учитывая, какие там будут практики. Есть несколько вариантов. Модель памяти. Мы разберемся просто, как переменные хранятся там-сям. Мы разберемся со ссылками. Вот. Либо просто сразу же попробовать ОП. Пойти туда. Кажется.